Мариуполь стал символом украинского боевого духа. У Мариуполя бедовый месяц с Украиной, когда они выяснили, что украинский флаг это секси. Я помню, когда на митинге большом какая-то бабушка гонялась за начальником охраны Таруты, он видный, с автоматами в бронежилете, в зонах военных действий, и он ей говорит, уйди отсюда. А она говорит, возьми 100 гривен, сынок, на армию. Он говорит, я не воюю, возьми на армию. И я ей говорю, а вы туда подойдите. А там стоит чудный парень, помощник командира батальона тогда, мы его зыгнули. Создавая пресс-службу, оказался пресс-секретарем еще. Такой чудный, огромный, такой плюшевый, медведь только плюшевый. Молодой парень, Степан Байда. И он стоит, я говорю, вот к нему подойди. А у него глаза вот как блюдце чайное. И я говорю, что с лицом? Он говорит, меня за последние 15 минут обняло больше людей, чем за все предыдущие 23 года моей жизни. То есть вот это вот, когда люди поняли, что это не, о, поехали, вот это вот. А когда они поняли, что это тонкая прослойка между ними и вот этим вот пожарящим, и этим ужасом. Потому что они же прокатились на этой карусели, у них же был ДНР в мае. Они очень быстро поняли, вот-вот. Мы, когда вот их выбили, еще магазины не все были открыты. И во многих было написано, идет ремонт, у нас ничего нет. Вот, это выставлена такая бумажка, на которой дрожащей рукой это написано. Не надо вламываться и грабить наш магазин, там ничего нет. И они быстро поняли, что такое ДНР. По соседям поняли, что такое русская армия. И как-то так очень, очень быстро голова на место встала. И вот эти вот Азов, они перестали быть эти, украинские нацики, эти бандеровцы. А вот это хлопцы, чем вам помочь, вот вам, возьми 100 гривен. Это же на армию.